Ни один день из жизни волонтёра не обходится без добрых дел. Они помогают родным, близким и случайным прохожим в, казалось бы, элементарных вещах. Можно ухаживать за бездомными животными, можно быть волонтёром-медиком или донором крови. Неважно, как и чем, главное – помочь. Волонтёры всегда в курсе и в центре масштабных и значимых событий в регионе. Вот и сегодня, когда Республика участвует в выборе общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», их помощь очень важна. Я считаю, что в данный момент волонтёры востребованы, потому что у нас идёт активный ремонт города, реконструируется много территорий, и я считаю, если каждый человек хочет ходить по красивому городу, то нужно принимать участие в голосовании и помогать волонтёрам. Чтобы голосование было объективным и честным, важно, чтобы свой выбор сделали как можно больше жителей. Для тех, кто не желает разбираться в госуслугах и сторонних интернет-сервисах, для тех, у кого нет времени на регистрацию, или для тех, кто ещё не слышал о федеральном проекте, на улицы и вышли волонтёры. Люди с планшетами в брондированных жилетках. Все они жители столицы Республики, и свой выбор сделали ещё на старте голосования. Теперь же помогают определиться прохожим. Я проголосовала за фонтан, так как я часто гуляю там с друзьями, и видеть красивое место в своём городе, я думаю, это было бы круто. Вместе весело шагать не только по просторам, но и по улицам родного города. Поэтому, как правило, в места массового скопления горожан волонтёры приходят в компании своих друзей-единомышленников. А что может быть лучше прогулки на свежем воздухе в кругу товарищей? Для волонтёров, конечно же, возможность помочь. Совмещая приятное с полезным, в день добровольцам удаётся зарегистрировать гораздо больше новых голосов, чем в одиночку. Ирина Суконкина, Народные новости.